Всем привет! Это обзор онлайн-фестиваля Geek Picnic, прошедшего с 6 по 8 августа 2020 года. Geek Picnic – это крупнейший научно-популярный фестиваль, посвященный современным технологиям, науке и творчеству. В этом году фестиваль впервые проходил в онлайн-формате. На многих трансляциях и лекциях вот такое и меньшее количество посетителей. За 3 дня Geek Picnic можно было побывать на экскурсиях в пещере Blackout, поучаствовать в 10 воркшопах, познакомиться со 122 спикерами-представителями различных организаций, послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах на 8 сценах и квизах. Можно было пообщаться с создателями новых игр различных вселенных, пройти квесты в Geek Pavilion, посетить онлайн-музей космонавтики, побывать на научно-антарктической базе и многое другое. Для тех, кто пропустил Geek Picnic Online, хочу поделиться лекциями и онлайн-экскурсиями. Хочу отметить, что многие веб-трансляции, показы и демонстрации проходили в низком разрешении. При наличии 4К-монитора у посетителей онлайн-площадки могло сложиться плохое впечатление о технической подготовке проекта. Когда люди начали распространяться по всему миру, они завоевали те места, в которых вулканы тоже есть. Это Индонезия, это потом со временем Япония, Койкумена, это Средиземное море, Греция, Италия. Когда они устремились на американские континенты, то основные империи возникли там, где самая активная вулканическая работа. Это Перу, это Гватемала современная, то есть Центральная и Южная Америка. Так что, хотя этот соседик так себе по спокойствию и по тому, что они нам устраивают, но так получилось, что мы приспособлены к тому, что они производят. И самое главное, о чем мы сегодня будем говорить, это вулканические почвы. Очень своеобразные и незнакомые для тех, кто живет в береге от вулкана. Почвы, которые называются антизоли. Опять же, анды, это все тот же самый корень, который прошел от гор андских. Он попал в вулканологию и как название породы, андезит, и как название почвы, андезоль. Она красивая, она интересная, она вся пронизана слоями пепла. Это такая летопись издержений. И растения вот в этой летописи умудряются жить. Это не самый распространенный вид почв на Земле. Это всего лишь один процент почв планеты. И он такой редкий. Для жителей нашей страны это вообще почти нигде. Только Курилы и Камчатки. Но этот один процент почв планеты кормит 10% населения планеты. Люди живут скученно и люди живут на склонах вулканов. И люди выращивают, несмотря на то, что вулканы засыпают их сверху пылью и грязью, выращивают там все, что нам нужно для того, чтобы питаться. И если мы посмотрим на карту, как эти почвы распространены, то повысим, что их совсем-совсем-совсем мало. Это вот такие малюсенькие участки в Центральной Америке, в Южной Америке, немножечко в Аргентине, чуть-чуть в Северной Америке, в Европе. Камчатка зелененькая такая. То есть даже если мы будем сравнивать по количеству областей, где существуют андизоли, то наша крошечная Камчатка довольно-таки неплохо возникла. И эти андизоли, это прямо скажем не подарок. И хотя во всех учебниках, особенно по географии, не в вулканических, а в географических написано, что вулканические почвы очень плодородные. Ну это прямо скажем не совсем так. Они своеобразные. Они необычные, они могут стать очень плодородными, если им здорово помочь. А вообще говоря, это очень рыхлые, это очень неустойчивые почвы, которые постоянно обновляются за счет извержения вулканов или эрозии. Но благодаря тому, что они все-таки очень своеобразные, они зарастают чрезвычайно быстро. То есть вот прошел лавовый поток, и на этом лавовом потоке, в данном случае на Гавайях, тут же начали расти какие-то культики. А это уже Камчатка. Лавовые поля 1970-х годов. То есть за, получается, 40 лет у нас уже вырастили молодые сополечки, молодые кедрушечки. Вот на старых лавовых потоках. Опять Гавайи льет дождь. Тут, не знаю, видно на картинке или нет, но тут все еще пересечено струями дождя, течет лава, вулканолог добывает образцы. И среди вот этого асфальта тут же пробиваются маленькие росточки растений, которые смогли найти себе и корешками воду и пробиваться к поверхности. Так получилось, что я стал заниматься вулканологии еще в 7 лет. Я собирал для ВДНХ, собирал гербарий, как называлась моя работа, сукцессия толбачинского дома. Гербарий растений, которые возникли спустя 10 лет после большого трещина толбачинского издержания. Сейчас уже 40 лет прошло. Можно сравнить то, что я собирал тогда. Здесь 30 лет назад и то, что сейчас. И уже тогда было, что собирать. И получается так, что наши растения, которые живут при вулканах, они как-то к этому приспособились. Что-то им позволяет, несмотря на вот это постоянное угнетение, взрывы, которые уничтожают целые леса, и палящие тучи, которые сжигают на корню. Несмотря на то, что сверху сыпется грязь, цветы продолжают свистеть. Несмотря на то, что сверху падают камни, пробивают листья, теателитики продолжают работать. И когда наконец вулкан успокаивается, вокруг него начинает свистеть и удивительным образом возграждаться природа. Вот так вот выращивают календулу в Индонезии. А так вот растут кавказские или золотистые азодендроны на Камчатке. Тоже на вулканических почвах. Получается, что это маленькая плата, маленькая микросхема SMD-шная. И вот SMD-шные контроллеры, их уже сложнее прошивать. То есть это специальные программаторы, они стоят дорого для прошивки таких контроллеров. И если вы, ну в общем-то вы можете себе, если вы выберете себе... Как я упоминал ранее, качество и разрешение видеопотока во многих веб-трансляциях и лекциях очень низкое. Конечно же, когда вы освоите язык артурина, когда вы научитесь хорошо общаться с контроллером, научите общаться ваш контроллер с электроникой, то мой личный вам совет это переходить на ступень выше, это учить СИ. То есть это язык более, ну как бы, на нем уже можно писать отдельно на какие-то контроллеры, ну то есть просто брать отмеговский контроллер, брать специальный программ, писать программу на СИ и заливать эту прошивку в этот контроллер, там это может быть отмега контроллеры, это может быть даже современные СТМки, то есть там на них уже на языке артурина не напишешь. Но как бы на самом деле это является некой такой... Основная суть в том, что вы должны знать, зачем вам нужно этот контроллер, что вы собираетесь делать. Если вы собираетесь сделать какое-то сложное устройство, в котором нужно много памяти, быстрая какая-то чистота работы и так далее, там подобное, конечно, вам нужно осваивать более СИ, использовать более сложный контроллер и так далее. А если вам нужно просто создать что-то интересное, там какое-то там техническое творчество у вас или еще какое-то более простое изделие, то вам проще использовать артурина. Вы потратите меньше сил на разбирательство с этой платы. Возможно, вы даже найдете какую-то уже имеющуюся прошивку и просто ее немножечко под себя измените, но как бы вы не будете тратить очень много сил не на то, что вам нужно. То есть плата артурина замечательная, особенно для обучения и для каких-то простых проектов. Просто есть такое странное к ней отношение, что это игрушка, но на самом деле это правда очень хорошая система. Плюс еще, если вы хорошо разберетесь с артурином, можете и моделик, чтобы было видно, как это все выглядит. То есть если вам нужно смоделировать что-то более сложное, даже есть специальные виртуальные системы для работы с артуином, но их очень мало на самом деле, к сожалению, и не все они стабильно работают. То есть если это какая-то виртуал борт, который скачивается, который устанавливается, он не очень хорошо работает. При подключении к некоторым трансляциям предоставляемые видеоматериалы были настолько плохими по качеству, что на некоторых картинках невозможно было прочитать даже, что там написано. В общем-то могу посоветовать, если кто-то слушает сейчас, пользоваться этой системой. Она очень удобная. вот. Вопросы. Так, тут пишут, что качество картинки плохое. Так. Хм. Качество картинки. Сложно. У нас выставлено автоматически какое-то. Так, хорошо. После нашего вебинара я попробую поэкспериментировать с качеством картинки. Возможно, оно еще не очень хорошее. Не только из-за, ну, качество должно быть хорошее, в общем-то. Возможно, это из-за интернета, что, ну, платформа перегружена, поэтому качество не очень хорошее. Вопросов нет. Ну, раз вопросов нет, расскажу еще вкратце про нашу организацию СКБ-4МАИ. И, в общем-то, можно будет уже завершать наш вебинар. Овощ. Вот здесь капуста представлена. С помощью солнечных батарей вы за тех достижений, которые художники благодарны науке. Нам известно, что сейчас перед молодежью престижа научных профессий практически нет. Падает. И художники понимают, что будущее за людьми творческими, за художниками, за предпринимателями, за учеными. Вот они станут будущей элитой. А многие другие профессии будут вытеснены искусственным интеллектом.